Поздравляю! Спасибо вам! Спасибо! Поздравляю! Александр Харламович принимает поздравления с самым главным праздником страны. Ему 91 год. На фронт ушел в 44-м, пережив оккупацию. Ему как раз исполнилось 17 лет. Тогда ему дали самовар, так бойцы прозвали, 82-мм миномет. Обычно их позиции за линией окопов. Однако был момент, когда два расчета оказались на передовой. После того, как отошла пехота, они выбрали воронку поглубже, там затаились. А утром в наступление пошли немцы. Одна цепь появилась за бугра, вторая цепь за ней. Ну, видно, это самое, они все пьяные, молодые, киндер вот это все. Идут, стреляют, а там никого ж нету, они стреляют уже. Вариантов особо не было. Пришлось пускать в ход минометы. Атаку удалось отбить, потому что удачно пристрелялись. Да и наступающие оказались в ложбине. Подарки вручают представители территориального общественного самоуправления, и депутат городского совета Константина Постолиде. В его округе живут пятеро фронтовиков. Когда к этим людям приходишь и смотришь на них, и бывает порой не находишь даже такие слова благодарности. Низкий поклон им за их победу. Это они нам сделали вот это светлое будущее, что мы живем и радуемся. Гордость города и пятой школы! Раиса Васильевна и Николай Корнеевич. Константин Постолиде работал, а до этого учился в пятой школе, где Раиса Васильевна трудилась преподавателем. Ее муж ушел на фронт в 16 лет. В военкомате сказал, что ему 17 по научению одного из офицеров. Ты чего плачешь? Я говорю, да вот, меня не берут. Он наклонил, говорит, а ты скажи, что тебе 17 роков. Я воспринял. Для меня было принципиально быть в рядах Красной Армии. Ребята пошли защищать Родину, а я буду сидеть дома. Это очень обидно. Сегодня юные казачата благодарили ветеранов за победу, за то, что не сдались и пообещали никогда не забывать их историй. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.